Новый год не обходится без оливье, мандаринов и любимых советских фильмов, которые даже через десятки лет не теряют своего киношарма. В новогодние праздники телеканал СТВ подготовил для вас целую киноленту хорошо знакомых историй о рождественском чуде, дружбе и настоящей любви. Мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. На этапе создания приключенческого фильма «Гардемарины вперед» было много смешных моментов. Например, во время съемок знаменитой сцены в бане с Михаилом Боярским в кустах пряталась большая группа поклонников. Ты башь! Нет! 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 Анастасия! Анастасия! Ну что ты, барин, еще не все! Ассы! 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 Один из исполнителей главных ролей молодой Сергей Жигунов умудрялся сниматься в фильме и одновременно служить в кавалерийском полку армии. Стриженную под ноль по армейскому обычаю прическу ему прикрывал парик. Для любителей советской классики мы подготовили знакомые и родные всем комедии «По семейным обстоятельствам и ищите женщину». Ну-с. У кого? Фефекты буфут. Что? Фефекты ечи. При хорошей женщине и мужчина может стать человеком. Если же вы хотите посмотреть фильм, не похожий на классику рождественского кино, то черная комедия «Плохой Санта» для вас. История Санта-Клауса, который каждый Новый год по традиции грабил универмаги. Однако нашелся мальчуган, который увидел под маской злодея благородную душу. В новогодние праздники вы также сможете вспомнить историю добродушной Нади Клюевой. Для того, чтобы снять в этом амплуа именно Ирину Муравьеву, режиссеру картины Геральду Бижанову пришлось упрашивать уже знаменитую на тот момент актрису около полугода. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли. Теперь страдают. Эпизод «Вода только для сотрудников института» записали только с восьмого дубля. Актеру Михаилу Кокшенову пришлось подряд осушить восемь стаканов газировки. Стойкостью и в то же время усидчивостью обладал и юный Дима, сыгравший главного героя в телевизионной сказке «Приключения Буратино». В течение съемки его длинный нос из пенопласта меняли 45 раз. Съемка двухсерийной ленты в основном проходила в Минске, отчего исполнители ролей Буратино и Мальвины также нашли случайно на столичных улицах. Буратино! 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 После съемок Буратино вся команда фильма приступила к созданию продолжения сказки про «Красную шапочку». По воспоминаниям жены режиссера Леонида Нечаева, в исполнительницу главной роли Яну Поплавскую все мальчишки были влюблены, а девчонки мечтали быть похожей. Повышенное внимание от школьниц после выхода фильма «Сказка о звездном мальчике» досталось и исполнителю главной роли Павлу Чернушеву. Однако сам «Звездный принц» больше не хотел связывать свою жизнь с кино. На роль кота Василия в киносказке «Чародей» претендовало 18 животных. Им давали сметану и следили за тем, насколько выразительно кот фыркает и облизывается. А вот Александра Абдулова настолько хотели снять в роли Иванушки, что согласились снимать его даже ночью. Другого свободного времени у актера просто не было. Он снимался одновременно в пяти фильмах. Малочка-ворачалочка, выручи нас всех. Сделай так, чтобы мы все-таки встретили Новый год. А то эти взрослые со своей любовью совсем про него забыли. Встречайте Новый год на телеканале СТВ вместе с душевными фильмами.